Илька, Финляндия, Белоруссия пытается угодить России, которая требует усиления интеграции стран, но в то же время не разрывает отношения с Западом. Мари Тубер, Илька, Финляндия. 7 марта 2019 года. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил об усилении продвигаемой России интеграции между странами в еще более положительном тоне. По мнению Лукашенко, Россия не поглощает Белоруссию, и развитие интеграции необходимо. Заявления президента Белоруссии во многом отвечают ожиданиям российского руководства. Лукашенко выразил заинтересованность предложением Владимира Путина, которое касается единой валюты. Обе страны на данный момент используют рубль. Однако, по мнению Лукашенко, в качестве единой валюты должен быть не российский рубль, а общий единый рубль. В том, что идея будет реализована, пока уверенности нет. Ранее Лукашенко говорил, что в Белоруссии не может повториться украинский сценарий. На недавней пресс-конференции в Минске самодержавный президент сказал, что у Владимира Путина нет намерения присоединять Белоруссию к России. По словам Лукашенко, все белорусы в любом случае проголосовали бы против присоединения к России. Граждан страны не слушают это интересный комментарий. До этих пор мнение граждан, как и проведение честных выборов, в этой авторитарной стране не особенно уважали. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, заявил, что собирается остаться на посту президента. Выборы должны состояться в следующем году, однако дату их проведения могут передвинуть на более раннее время. Лукашенко потребуется поддержка Путина и в дальнейшем, поскольку экономика Белоруссии сильно зависит от России. У Белоруссии в будущем будет потребность в выгодных по стоимости российском газе и нефти. По словам Лукашенко, прежде чем продолжать переговоры об интеграции, необходимо решить спорные вопросы, возникающие между странами. По его мнению, руководство России не готово продвигаться в этом направлении. Президент не уточняет, какие разногласия в отношениях двух стран сейчас являются наиболее острыми. Россия – важнейший союзник комментарий Лукашенко появился спустя пару недель после его переговоров с Путиным об интеграции. Лукашенко нужно тщательно выбирать слова. С одной стороны, не стоит злить Россию, с другой, не стоит разрывать отношения с Западом. В связи с этим заявления Лукашенко окажутся очень противоречивыми. Он подтвердил, что Белоруссия будет придерживаться курса на сближении с Россией. Он называет Россию главным партнером страны. В то же время Лукашенко сообщил, к примеру, о готовности к диалогу с НАТО. Недавно Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия будут вынуждены предпринять совместные ответные действия, если Америку установят в Европе ядерные ракеты средней дальности. США объявили о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Казалось, что текст рейской реакции Лукашенко был составлен для него российской стороной. Экономический союз политизирован Белоруссия входит в управляемый Россией и в Российский экономический союз. На данный момент в союз входят пять стран. Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Хотя в экономическом союзе нет ничего политического, кажется, что Россия пользуется им, чтобы оказать влияние на внутреннюю политику стран, особенно на Белоруссию. Даже Лукашенко раскритиковал политизацию союза. По его мнению, в союзе слишком много внутреннего напряжения и национального эгоизма. Россия рассматривает экономический союз как определенный противовес Европейскому союзу и НАТО. Союз регулирует передвижение товаров, услуг, движение рабочей силы и капитала и в какой-то степени управляет единой экономической политикой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.